Всем привет! Илюха, мы тут решили с Илюшей рассказать. Зайчик, ну тебя так не видно, солнце. Нашим подписчикам как у Илюши дела? Илюшка, будешь рассказывать? А ты маши выше рукой, это не видно. Будешь рассказывать? Куда ты ходил? К доктору. Мы сейчас же ходим к доктору, Илюша лечит. А что ты лечишь, зайка? Зубы. Ты же хотела рассказать, ты стесняешься? Стесняешься, да, Кисю? В общем, Илюшка лечит зубки, да? Мама лечит зубки, а уже после Нового года еще и Димку запишем к доктору зубки лечить, да? Потому что сейчас будут праздники, вот. И пока праздничные дни стоматология работать не будет, будет скорее всего работать, я так понимаю, в экстренном режиме. Ну, я так думаю, что да, наверное, работает правильно стоматология вдруг по острой боли. Вот. Ну, в общем, мы уже будем после Нового года записываться, да? И Илюшу еще раз запишем, и Диму запишем, а я завтра иду к доктору. Ну что, пойдем в машину садиться, Илюшка, да? Пойдем? Так как ты сходил, солнце мое? Нормально. Нормально? Сильно больно было? Больно? Ну, ты терпел? Ты у меня мужчина растешь. Моя ты умничка, а доктор там как? Нормально? Ну и все, и слава Богу, да? Ну, пойдем в машину. Пойдем. Идем, сыночек, сыночка. Плюет. Ну, тирай ротик салфеткой, идем. Вот, а я завтра иду к стоматологу. Не знаю, последние три дня зуб болит жутко, ужасно. Я первый день забыла положить ватку. Мне же там рассверлили все, почистили каналы, и надо было выполаскивать. И я забыла, в общем, стала кушать. Я переживаю, как бы я каналы не забила. У меня в субботу, воскресенье, понедельник, особенно в субботу, болела так. Зуб болел, болела голова. Вот как раз, когда мы на Айпетре ездили, как мне было плохо. Я уже жду завтрашнего дня. Жду, не дождусь. Не знаю, что мне врач скажет. В общем, ну, завтра будет видно. Джесси ко мне. Нет, не прыгай, не прыгай. Найда, брысь. Так, смотрите. Не знаю, видно вам, нет? У Джессики какой-то бугор, шишка на боку выскочила. Огромная-преогромная. Но я вижу вот там, как будто... В общем, не знаю. Где-то она уже влезла, я так понимаю. У нас там еще есть дырка в заборе. Может быть, она в нее вылезала. Они же выходят, собаки, с Найдой вместе. Короче, боюсь, как бы ее не потягали, не подрали вот эти собаки бродячие. Потому что какой-то был такой странный шум ночью. У меня такое чувство, что она выходила со двора. А ну, Джесси, иди ко мне. Иди, иди. Так, все-все-все. Вот как я тебя грязно сейчас в машину посажу. В общем, ко мне. К ветеринару я ее сейчас хочу отвезти. Мы с Люхой приехали сейчас домой, ждем, когда Дима оденется. И сразу со стоматологией едем к ветеринару. Джесси, ко мне. Ко мне. Нет, дорогая, место твое. Вот там. Место. Джесс, ко мне. Место. Место здесь. Место здесь. Да. Сидеть. 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 Молодец. И вот здесь еще, вот смотрю, срана какая-то непонятная. непонятная. Вот где ее носила? Сидеть. И не вздох. Вот засранка. 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 Хулиганка. Где место твое? Где она лазила? Сидеть. Сидеть. Молодец. Сиди. Сиди. Морду прибирай. Давай мой сюрпрячь. Так, пойду гляну, что там Дима. Оделся или нет? Ну, посмотрите, что она засранка сделала. Я пока пошла, дом закрыла. Все. А ну, джесс! Сидеть. Сидеть здесь. Ноги опусти, Илья. Все. Не разрешай ей на тебя лезть. Ты понял? Вот так вот надавливаешь, и все, она присаживается. Надавливаешь. Бить не надо, надавливаешь. И на место ее усаживаешь. Ясно? Все. Так, не надо ее к себе гладить. Сидеть место. Место сидеть. Сиди. Ой, 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 ой. Вот она, рабочая лошадка. Бедная машина. Все, Дим, не молча, пожалуйста. Так, ну молча опускаю и все. Бедная машина. Прындец. А что делать? Курочка моя, ты уже вылезла из пеленки, да? Ну что, вскрыли наши девочки. Сейчас давай развяжем. Вскрыли огромнейший гнойный абсцесс. Все-таки, я так думаю, я дня три назад слышала лай на улице. И ее лай, и лай этих бродячих собак. И вот это было ночью. И вот что-то мне так кажется, что все-таки она выходила, вылезла. У нас там есть дырочка. И вот ее, наверное, подрали. Так, вот, смотрите, мальчики, вы не пугайтесь. Капает немножко. Сколько капает? Ну, будет еще вытекать, вычищаться гной с кровью. Ой, прям вот сразу провалилась здесь. Доктор наколол ее антибиотиками, обезболивающим, вскрыл абсцесс, выдавил в мисочку, ну вот эти, знаете, их медицинские. В общем, все это вычистил. Я так сильно не заглядывала, чтоб мне не поплохело. А завтра едем с ней на уколы. В общем, и на повторный осмотр. Будет она у нас также во дворе в будке. Все хорошо, ничего страшного. Это все нормально. Сегодня надо будет еще два раза протереть ей перекисью. Вот, просто протереть, обработать тампоном ватным, большим куском с перекисью. Ну все, сиди, сиди, едем домой. Илюш, ну чего ты кричишь? Я понимаю, что ты там балуешься, играешься. Ну кричать-то пугает, ну ты ж напугал меня. Все, Джесси, сиди, сидеть. Едем домой, сидеть, сидеть, моя хорошая, сидеть. Так, все. А еще нам вот на Симоле сделали сейчас парковку платную. Не знаю, правда, когда они уже успели, но въезд был по ящичку, по терминалу. И дали вот такой талончик. А вот как теперь его оплатить, большой вопрос. Выехать-то отсюда хочется? Сейчас будем смотреть, будем разбираться. Потому что мы сюда не ездим на Симол, мы ездим сюда только, вот в крайнем случае, вот в эту ветклинику. Ветклиника называется Рыжий Кот. Там работают два брата. Но в основном вот я попадаю к Алексею. Очень хорошие доктора. У меня и найду они, постоянно я к ним вожу, они ее стерилизовали. Ну, молодцы. Короче, в общем, ребята очень хорошие. Я очень довольна. И многие их хвалят. Так что, если в Севастополе, я думаю, многие их знают. И если живете в Севастополе, то очень-очень-очень рекомендую. Так, что тут у нас? Ага, стоит мужчина, вроде бы как всем помогает. Хорошо. Выехали. Выехали. Два часа бесплатно. Если нужно оплатить будет, то терминал стоит у центрального входа в Симоле. Так что все, без проблем. А мы управились за полчаса. И оплата только наличными через терминал. Так, ну все, я уже выехала на трассу, на дорогу, на улицу буду ехать. А у нас опять снежочек. Сегодня было минус четыре. Утром, по крайней мере, когда мы встали в семь часов. Вот. И немножечко припорошила капелюшечку, капелюшечку. Прям совсем самую малость. Но как-то уже чувствуется Новый год, Новый год. Эть, вон еще снежок, видите? Так что мы тоже... Ой, сейчас припаркуюсь. Мы тоже со снегом. Пока не забыл, надо помыть. Давай. Хорошо. А еще... А еще... Времени 8.50. И я уже приехала. С учетом того... Ну я еще не совсем дома, но я возле дома. С учетом того, что мы с Илюшей сегодня поздно выехали. Очень поздно. В 8.20. Но, видимо, из-за мороза очень много было опоздавших сегодня. Вот. Так что мы не одни такие. Но... Выехали поздно. на 8.20. И вы представляете, вот 8.50 и я уже возле дома. Полчаса туда-обратно. Класс. Я до сих пор кайфую. Все-таки... Ой, близится к концу, к завершению работа, реконструкция камышового шоссе нашего. Это просто. Это просто. Это сказка. Я сейчас вот зайду, минут 10 побуду в одном месте. Ну в магазин зайду, короче. Вот. И домой. Все. Просто супер. Просто супер. И вода еще есть. И посуду помою в теплой воде из бойлера. И стирку поставлю. И что-нибудь сейчас еще собак покормлю. Джессику посмотрю. Вот. А потом отвезу ее к ветеринару. А потом сама поеду к стоматологу. Ну расскажите, что тут у вас? Что это такое? Илюша, это что? Дед Мороз дарил, нет? Дед Мороз дарил. Ну-ка. Вау, я вижу, тут вагонетка есть. Ага. В общем, у нас два подарка. И младшему брату, и старшему. Сколько тут всякого? Крем, смотри. А что есть-то? Два блокнота. Две ручки. Какие прикольные. Две наклеек с миньонами. Хе-хе-хе. Какая корова симпатичная. И конструктор. И я. И конструктор, и наклейки. Ну классно, классно. Да. Клево-клево. Прикольно. Это у нас. Вот. Мммм. Ой. Это очень круто. Посидеть. Так. Ну старший брат доволен очень. А что еще? Киндер. И киндер. Ну надо же. Илюха, ты свой киндер съел? Да. А, так это для Димы киндер. Да. Как замечательно. Му-му. А, подожди. Это же тоже тот же. Так, и что у тебя там? Ой, у тебя там феечка попалась, да? А где голова-то феечкина? Здесь плюс. Как это? А, вот она нашлась. Ха-ха-ха. С головой. А где твой, Дим? Илюшка, надо переодеваться. Илюха, я сам открою. Так, ну все. Дима уже сел играть. Ладно, пойду и я раздеваться. Что, я нашла? Что это? А он как-то тут... О, видно. Бабочка, что ли? Непонятно. На лесу похоже. Димуля, ну тут свет. А что это такое, Илюша? Это сова. Тут сова? Да, она волшебная. А ну, пожалуйста, дай я посмотрю. Вот так здесь нажимаю. Я пон... Нажимать? Наклонять. Наклонять, наверное. Нет. Где ты нажимаешь? Вот. Ну, ты наклоняешь. Ты держишь и наклоняешь. Наклонять сова. Ну-ка. Я... Не могу понять. Сова, что ли? Сова с крыльями бабочки? Не надо. Сейчас. Ну, ладно. Это что, с феечкой такое было, что ли? Да. Да ладно. А где феечка? Вот. Нет, я имею в виду, куда она садиться должна? Эээ... Нормально. Куда ее сажать? Ну, как бы... Покажи картинку. Ну-ка. Где тут феечка? Да. С другой стороны? Ну, сын, я ж... А, она как бы слушает, что ей сова рассказывает. А сова с крыльями бабочки? Понятно. Все понятно. Все с вами понятно. Сейчас мы QR-код сосканируем. Так. Слушает. Да, вот она. Слушает, что ей феечка. Хорошо. Не, Димочка, я не хочу. Зачек. Я зубик полечила. Пойдем, Илюха. Илюха, пойдем переодеваться. Да. Смотрите, как прикольно. Димке попался Стив в шлеме с лопатой. Это в этом, в Лего. А Илюше попался скелет. Такой забавный. Ну-ка, фокусирует. Вообще, такой смешной с топориком. Хотя Дима говорит, что скелеты ничего в руки брать не могут. Кроме лука. Кроме лука. Ну, по игре, да? Угу. Угу. Такой смешной. Хи-хи. Прикольный. Надо же. А в киндере что попалось? А ты еще не собирал? А ну, тащи сюда. Давай посмотрим. Тащи скорее, скорее, скорее. Ну, сын, ну, время же идет. Ну, что ж, все ждать будут или резать. На телефоне резать неудобно. Это какая-то птичка. Похоже на свисток. На сфинкса. На сфинкса. Нет, на попугая похоже. А ну, да, точно. А ну, одевай быстро хвост. Это, наверное, санки. На санки похоже. С совой. Ну, вот, можешь на камеру совать, чтобы все видели? А как? Ну, я не знаю. Что-то как-то так непонятно. Вот так, Дима, смотри. Подожди. Вот так. Ой, я не могу одной рукой. Помоги, пожалуйста. Ты же видишь, что я одной рукой? Да, вот. Засунул. О, видишь, встали лапы. Так, давай догадывайся теперь, куда остальное. Одевать. Сейчас. Так, подожди. Куда-то оно должно. Ну, туда вниз. Вниз. Вот тут. Вот тут. Нет, нет. Да, мам, смотри. А, значит, сначала лапы эти. Подожди, стой. Нет, не так. Нет. Дай, да, да. Вот так. Вот и что это такое? Сюда? Ну, да, наверное. А, ну, давай, давай, давай. Ох. Давай, быстрей, быстрей. Суй. Ну, Дима, ну, вот сюда суй. Я ж не могу. Я ж тебе говорю, что я телефон держу. Вот. А это вот так получается наоборот, да? Угу. А может, все-таки вот так наоборот? Блин, печку-то я подкладывала, рука черная. Дима, ну, вот так, вот так. Смотри, да. А ну, держи крепко, держи, подожди, держи крепко. Вот так. А ну, вторую давай. Ну, что ты ждешь, когда я сделаю, Дима? Вот привычка дурная, честное слово. Ждет, когда мама сделает. Возьми да сделай. Ты ж мужчиной растешь. Мам, дай. Ё-моё. Дай, дай, дай. Сосовывай. Все, давай вторую суй. Наоборот переверни. Переворачивай. Во. Что-то, честно говоря, непонятное, по-моему. Мне кажется, мы неправильно сделали. Давай. Не так. Ниже. Нет. Ну-ка. Вот так. Вот так, да. И что это? Правильно? А где инструкция? И вот крылья, типа. Нет, это что-то мы не то сделали. И вот крылья, мама. А, да, вот так. А, значит, то. Значит, одеваются они. Значит, попугай. Вот этот дырочек. Ничего не пойму я. Дай инструкцию, пожалуйста. Мам. Ну, я тебя очень прошу. Дай инструкцию, пожалуйста. Дим. Сейчас. Дима, будет видео опять на 40 минут. Ну, ты что? Я же хотела показать, какие подарки принес Дед Мороз. А теперь получается, что ничего не получается. Ерунда какая-то. Дима! Ну, некрасиво! Вот, все правильно у нас получилось. Мне кажется, надо было это куда-то вниз. Вот это вот. Как-то вниз. Ну, это что? Нам нормально. Нет, вот она инструкция. Смотри сюда. Вот инструкция. Так. Да, внизу эти тихлястики. И они должны быть вот этими штучками. Вот под этими. А-а-а. Вот под этими. Так, нет, смотри. Дима, ну, пожалуйста. Ну, пополоскать надо пойти, потому что. Так, костяшки, вот эта штучка должна быть, говорю, внизу. Ты понял меня? Угу. Ну, что-то я так понимаю, что внизу должна быть. То есть сделать. Да бог ее знает, Дим. Вот честно. Внизу. Смотри, смотри, смотри. Можно что так вставить? Крылья нет. Стой. Ладно, сейчас разберемся, покажем. А то уже полчаса сидим с этим попугаем. Так, ну что у нас получилось? Пать, я не знаю, мы не помещается. Может маленький? Да просто пальчиком толкаешь, наверное, так. А не получается меня затолкнуть. Да ты его толкаешь, играешь. И сейчас мы сосканируем QR-код. Вот, шевелится все. Машет он крылышками. Все, мы разобрались. Собрали попугая. Давай QR-код сосканируем. Посмотрим, тут он какая-то игруха есть. Угу. Пробуем теперь. Где у нас тут? Вот она программа. Получится у нас сосканировать? Или нет? Что-то получилось. Что он пишет? Тест трейдера пройдите. Ничего не... А, это не то, это реклама. Сайт. Пошли на сайт. Ага. Плей-маркет. Установить. Ну давай попробуем установить. А где еще Илюшин? Вот это можно выкидывать. Это тоже можно выкидывать. Я думаю, тоже какая-то. Ну тоже какая-то игра. А, они все разные, кстати. У нее какой-то Magic Kinder App. А у тебя на Toons App. Ну Kinder и Kinder, и там и там. Просто разные серии. Тут феечки попались, а здесь попугай попался. А у тебя на Toons App. еще так долго то ну кошмар какой-то и ножка ты переоделся илья лишь давай переоденься пожалуйста так ты же собрал этого человечка а еще и вагонетка так давай собирай а у илюши только скелет был и все ли еще что-то так открываем какая фигня а что это такой картинку посмотри инструкцию есть там нет так ну разрешить 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 мальчики идите смотрите что у нас тут установилась открыла я игру разрешить сколько тебе лет 6 илюш ты идешь нет давай беги сюда потом уже теперь надо было сразу когда тебя просила иди сюда с атом и без тебя будем играть иди сюда скорее смотри я выбрала что тебе 6 лет нажимаем скачайся да что ты это реклама у вас есть код или игрушка для сканирования ну есть у нас хорошо код так при использовании дополнительной реальности следите за тем что происходит вокруг и обратитесь за помощью взрослым хорошо нажимаем галочку так где у нас твар код может игрушку покажем но он не хочет ухты тасканировал синий желтый ара ара разносят семена и тем самым помогают сохранить леса а где наша игрушка игрушка она лишь нажимай на него нажимай play ой он улетел вот так вот так а давай еще раз попробую слушать я не знала что с киндеров такое делаю ну-ка смотри аре очень умны и часто не успела прочитать давай сейчас прочитаем подожди подожди очень очень хочет есть так нажимаем орехи сюда нажимаем синий желтый ара в амазонский в амазонских джунглях живут более 50 племен которые никогда не видели внешнего мира вот так смотри вверх вниз полетели 1 2 опускается сам он листики не ест три четыре четыре пять жаба все отлично шесть круто нравится будешь играть сейчас подожди я выключу запись экрана и будешь играть хорошо игрушка клевая там есть счет и каждый раз информация о природе джунглей и каждый раз там с каждым уровнем идет информация о самих попугайщиках об ара попугайщики ара и о джунглях и плюс там идет счет от пяти и мы дошли до девяти прошли четыре уровня бог стал болеть не знаю почему я вообще приехала от стоматолога я сегодня мы свозили джесси на укол на антибиотик завтра еще повезу еще несколько дней буду возить потом я димку привезла домой с джейской высадила покушали и я завезла саши обед на работу и поехала к стоматологу там тоже ничего толком ничего хорошего пломбу сделала нам не временную но он болит там воспаление еще идет нет ну короче пока похожу с временной пломбой до понедельника там посмотрим и сейчас приехал до после после стоматологии заехала забрала илюшку из сада и вот мы пришли домой он побежал скорее подарки диме показывать потому что диме тоже дед мороз подарок показал принес вот и вот я же подключилась к ним и сейчас села ли села неудачно так заболел бок левый сижу меня аж прям как примороженная не могу двинуться мало что зуб болит еще и бочина теперь ко всему прочему капец игрушка классная я такая довольная сама как ребенок вернулась в детство и и 2 2 2 qr код там есть бумажка с киндера со второго там где феечки мы еще не сканировали но ты play market открыл он илюша хочет себе на телефон эту игру скачать вы видели это там попугай этот 3d но классно прикольно игра называется на тунс ну вот в видео вы видели видели да вот в play market заходите и вот сейчас мальчишки а он выглядит по-разному потому что разные модели телефонов вот скорее всего может быть он может быть даже и не скачает на свой телефон а может быть можно только по qr-коду не знают давай быстренько и телефон еще сама быстро найду давай нет сам хочет ну ладно в общем сейчас дима до собирает на английском на английском дим что ты там собираешь напомни нет собираешь из лего собираю я вагонетку вагонетку и у илюши там еще для скелетика какой-то так какая-то штука соберешь с дима и илюша ему не интересно он конструктор не любит дима у нас любит конструктор он у нас ходил на курсы робототехники но поскольку ездить нам далеко школа там но вот эти свои нюансы он перестал ходить но если бы он учился чуть получше освобождался со школы и сам ездил на маршрутке в город но это другой район получается это нужно ехать вот конечно я бы хотела чтобы он опять вернулся на робототехнику вот а илюха вот у нас как-то не любитель конструкторов в общем сейчас дима соберет покажем и если они скачают сейчас play market эту игру я тоже вам покажу расскажу а давай я сама гляну сейчас вернусь ну вот загружается они неправильно написали ой бум бум неправильно мальчишки написали и поэтому не нашли ну в общем все хорошо сейчас сын ну зачем ты нажимаешь ты отменил установку солнце а у тебя памяти видимо недостаточно дружище ну как то так надо чистить телефон все давайте почистите будете потом загружаться сынусь потому что ты кучу игр сюда накачал как это это же не илюш я не знаю я даже не смотрел этот телефон это телефон папа илюша отдал да я пожалуйста нет не спеши удалять я проверю память ну подожди солнце ну что ж ты так вырываешь из рук ты мне только покажи дети настройки вот они так сейчас секунду пожалуйста ждите нас где она ну доделал давай неси показывай тащи давай сюда скорее будем смотреть хранилище так как болит бочина это тихий ужас да что ж такое протереть а не хочет фокусировать на секунду протру монетой не монитора это как его камера как-то на еще по-другому называется так у тебя занято 96 процентов конечно илюша ну вот вот так фото и видео 12 гигабайт игры 1 гигабайт фильмы и сериалы фильмы сериалы не надо ну сейчас ладно это надо короче все это посмотреть это все папина ну я так ладно но я понимаю ладно будем разбираться тогда в общем игру эту можно скачать вторую игру бумажку подай пожалуйста бумажку вот вот нет другую вторую быстрее старе бумажка на блокнотике пожалуйста илья мне так больно даже пошевелиться не могу так вторая игра называется вот смотрите что что не фокусируешься magic киндер аппп вот бой в общем я так думаю что ее тоже можно найти по названию в плей маркете и скачать а мы сейчас почистим память у илюшки на телефоне и будем скачивать так ну и наверное буду с вами прощаться Я не знаю, сколько я там наснимала Я снимала несколько дней, получается Нет, Илюш, это не это Я, получается, снимала несколько дней Вот, поэтому Зайчик, сейчас дай договорю, мысль теряется В общем, скорее всего, что влог я закончу Так что, друзья мои Скай, заходите на плеймаркет Игрушки прикольные Мне самой очень понравилось Поздравляю всех с наступающим годом К Новому году мы еще пока не готовились По поводу меню мысли есть Но это все чуть позже Елку будем наряжать тоже чуть позже 24 числа нам повезут окно Не знаю, каким образом, но Саша в этот день на работе Вообще не представляю, что делать Скорее всего, придется ему отпрашиваться Будем мы наряжаться и украшаться Я очень хочу это сделать после установки окна Вот Так что всех целую, обнимаю Подписывайтесь, участвуйте в конкурсе У нас конкурс на канале Ссылка внизу в описании под видео Пишите комментарии Всем пока Не помню, показывали мы попугая или нет Попугайчика собрали Ну и вот Одевается он на пальчик Кстати, а я здесь снимаю Ой, а что с крылом? И вот так вот Ну, здесь сильно махать Короче, он машет крыльями Но у меня сейчас не получается Ну, вот так А еще его можно сосканировать Вот прям вот именно его, не QR-код А именно попугайчика сосканировать И Тоже будет 3D-модель в этой игре Ну, короче, в общем Откроется Вот В общем, игрушку можно использовать Вместо QR-кода Вот Ну, конечно, это прикольно Это интересно Это даже мне было интересно А детям так уж тем более А это вот уже Дима дособирал А где еще вторая сторона? А, вот Прикрепи, пожалуйста, Дим Так Ну, скелет я не могу Прям Прям не могу У Стива шлем вон снимается Видите? На забитой Да Такой вот он Илюха, ну-ка, оденешь шлем? Оденешь? Одень, пожалуйста Вот Так Вот это что такое? Это вот какое-то отношение имеет к скелету Я не знаю Может, пушка какая-то Нет, в Майнкрафте таких пушек нет Нету таких пушек? Ну, не знаю Вот тут вот гнутся вот эти штучки такие Раз, раз Вторая тоже так же Джик-джик Смотрите Ну, мне кажется, что это пушка какая-то И вот эта штучка тут раз-раз гнется И вторая тоже Ну, вот такая вот Какая-то штука Никто не знает, что это А это вагонетка для Стива Вот Дима ее собрал Тут имитированные колесики Они не крутятся, к сожалению Они просто имитация Вот И какой-то багаж Какой-то груз Это вагонетка Нет, вагонетка и что? А это не кусочек земли случайно Или еще что-нибудь такое? Нет, там черный блок Там только в Майнкрафте это Этот Так а что тогда? Воронка Воронка? Что за воронка? В моем понимании воронка, через которую я компот лью Или воду в бутылку Ладно, вот кто играет в Майнкрафт, тот знает Напишите мне Или ссылку скиньте Ну, короче Воронка это черная штука Которая подпирается Ну, как-то вот так получается Я так понимаю А вы знаете бедок? Бедок это его невозможно Вот так вот Какая-то еще штука, как бедок Почти Только она не ломается Вот Ну, феечку вы видели Все? Вроде бы все Еще раз спасибо за просмотр Оставайтесь с нами Если вам понравилось А надеюсь, что понравилось Ставьте лайк Если есть что написать, пишите И подписывайтесь на канал Если еще не подписались Ну, смотрите Я здесь играл Как бы потихоньку Выигрываю Выигрываю Илюша, у нас тут С мальчиками сегодня играют Сидят Ну, да У меня новости Сейчас пока Каникулы Решила Как бы Несколько дней Их не трогать с учебой Они Расслабляются Играют Ну, Дима, правда, читал Немножко Гуляют во дворе Ездим Мотаемся По делам В основном То по больнице Ну, в основном То и по больнице мы мотаемся То сами, то с собакой Ну, Илюша еще у нас в садик ходит Так А про конкурс сказала Говорила Ну, еще раз напоминаю Участвуйте в конкурсе Ссылка внизу в описании До скорой встречи